я сегодня хотел поговорить о такой работе связанная с построением биоцинозов я занимаюсь ее профессионально помогаю еще людей которые тоже профессионально хотели бы заниматься вот сегодня тема это признаки биоциноза одним из них является признаком таким является самосеяние растений сейчас в кадре растения это салат очень вкусный но это его последний такая фаза когда он уже видите вытянулся весь ну наверно малоследованный мы его не убираем это очень важная часть потому что вот сейчас он дает семена сегодня очень влажная погода поэтому все эти коробочки они закрыты но когда пригреет солнце или будет мороз наоборот семена распушатся и разлетятся то есть это очень пушистые летучие семена то есть все признаки вот этого растения быть таким сорняком но только как когда он разлетается вырастает достаточно понятный для человека продукт то есть такой обычный салат который будет здесь вначале внизу таким плотным кочаном а потом из него опять же так вырастет цветонос обычно до этого момента люди не допускают они убирают просто как беспорядок в своем огороде вот такое безобразие хотя зря учитывая то что в принципе летучие семена могут хорошо засеивать территорию иногда даже выбираем такой ветреный день сегодня ведь самостоятельно колышется все эти цветоносы высушиваем немножко в помещении семена и даже что влажно и я выхожу и потрясая над головой делаю потрясательную потрясающую работу вот засеиваю участок таким образом можно засеять целым рядом растений которые могут быть вам нужны например ванчай может не расти у вас но если принести даже вот цветоносы которые это уже там будут готовы к тому чтобы сформировать этот пух то вы можете засеять у нас самосеется еще несколько растений такие как например пастернак но и принципе идет работа по тому чтобы найти другие растения которые будут могут обладать этим параметром и могут быть полезными для использования потому что конечно самосеющих растений довольно много но не всякое превращение является чудом как когда кто-то шутил да то что вроде бы взял и превратил серебряные ложки в медные как бы чудо да но польза от него не очень то есть если будут обратно было бы неплохо вот так и здесь мы ищем те решения которые могут позволить превращать более ценное что-то да и в том числе вот это самосеяние является одним из таких признаков вот почти все салаты если допустить их до такой фазы они дадут семена ну правда если это не сортовые аки гибридные будет расщепление какое-то но все равно это будут салаты и то есть вы можете испытать такое чувство когда будете пропалывать салаты у себя то есть они могут расти там неожиданных местах как многие люди говорят что таким образом там укроп например начинает самосеется его уже потом отдельно не подсаживают потому что он то там то здесь то среди картофеля то где-то на огороде то возле дома самостоятельно растет и на старо дачных местах или на старо огородных многие вещи действительно уже но они растут в таком именно в таком режиме я хочу сказать что и вот этот это один из признаков действительно такого биоциноза может быть он не не сформирован полностью там безусловно на маленьких территориях это сложно но самосеяние полезных растений является желательным и его можно специально создавать